Всех витаю, дорогие мои друзья! Сегодня у нас в Каневе ветер. Юлечка, поздоровайся со зрителями. Привет! Юля с нами идёт. В город едет, в садик не пошла. С бабой Лювой осталась, да, Юлечка? Видите? Так, ау! Светланка! Привет, пошли. Светланка тоже по делам. А потом мы... Вот Вася ещё. Вася! Всем привет! Привет! Вася нас везёт. Баба Галя в больницу едет. Чуть попозже. Так, всё, пошли. Будем показывать сегодня наш день. Баба Галя в два лет Abkommen! Субтитры сделал DimaTorzok Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari All right, hermosa y con timides me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, yo te entonó Te subo el pitch y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin effects, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Que no nos pasamos en el pasado Deja, pues, con el día de mañana Puedes, con el día de mañana А с утра говорят, ну, с одиннадцати. Мы еще закрыты. Сейчас 10.45, насминут еще. Наскакалась, пошли гулять. Вот такой желудик. А ну давай, покажу. О, Юля нашла. Ой, шляпка отвалилась. Вот такой желудик. Действительно, как будто в шляпке, да? Угу. А вон их скупка. Здесь такой парк. Красивый. Сейчас Днепр покажем. Погода просто прелесть. Можно и гулять, и гулять. Вороновые ларишь. Точно. Вот она. Ворон здесь много. Покушала. Пойдем на площадку. Вот наш Днепр, парк. О, сзади вон мужчина. Ну, вообще без одежды. Купался, наверное. Потому что так солнце светит, да. Можно и купаться. Ну, там, нефина рыбу ловит. Рыбак, да? Рыбак, да. Вот такой наш парк. Набережная наша. Здесь вот возле этого корабля проводят. На ивана купала, костры горят. Ну, костер. Разводится большой костер. И вот влюбленные парочки держатся за руки, перепрыгивают через этот костер. И если руки не разорвутся в процессе прыжка, то значит, пара будет жить долго. О, наш воробушек. Пошел мыть себе ножки. Ой, да. Лапки, лапки. Лапки пошел мыть. Хорошо хоть подмышки не мыть. Ножником в лечку не отпустил. Вон, видишь, лавочки вот здесь. Вот здесь люди сидят, представления им показывают. А это летний кинотеатр. Видно? Да. Вот это летний кинотеатр. У нас такой на набережной есть. Здесь ставится проектор. И показываются разные фильмы. Большинство украинского производства. Памятник кораблика. Памятник кораблика. Ясно. Видишь, мы все-таки речки нарисовывали в этом корабле. Еще можно подняться туда аж наверх? Ну, давай-ка, чтобы не залезть. Вот отсюда перепрыгнули за там лавку. Ага, поднял. Я бы, конечно, своему ребенку не желала там лазить. Разве ты кому? Это сегодня в Фейсбуке читаем. Такие ножки детские, значит. И написано, вы сегодня их целуете, а завтра будете думать, где я к носю. А через 18 лет будете думать, где я к носю. Интересные, да, высказывания иногда бывают. А знаешь, где я сплю? И что? Мама думает, она протуляется под одеялом. Мне вообще тепло. А, вот так, да, даже? Вот так. Вот так у своему. Юля, да, и не скроешь. Хотели сказать, что ты отдельно спишь. Я бы хотела сказать, что ты своему лизичку, у Крема спишь, а ты взяла и все видала. Что мама до тебя тулится. Да. 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 Прилезает туда-сюда. Туда-сюда пролезает. А, это Юля, ты видишь. В Лебеже. Она когда была маленькой, и чтобы ее научить в детской кроватке спать, мы с Мишкой по очереди лазили в ее кровать, чтобы научить ее спать. Я говорю, Юля, ладно, спи тогда в своем великому лизичку, на моем месте, а я буду на твоем. Залезу, лягу и сплю. Она говорит, мама, это моё лизичко, ты велика для такого. Мама, велась? Велась, мама? Я говорю, ну ты, Юля, ага, стынешь по виду, мы сейчас лизичку купили. Ага, ну хорошо, давай, ляжешь, три минуты, и назад. Все, сюда надо. Нет, тут газон надо обойти, Юля. Так беги, что ты идешь просто, беги, быстренько оббеги, мы же тебя будем видеть. Это раньше была чайка, дискотека, под открытым небом. Так, видишь, уже все давно-давно не работает. А ты, когда маленькая была здесь, ну не маленькая, а когда в школе училась, была эта дискотека? Уже не было, уже была вот здесь вот. Сейчас здесь пиццерия, а раньше там на нижнем этаже, ну подвале, что ли, подвал. А в подвале там была дискотека, волька. Я еще девятый класс выпустила, в этом гуляла. Капитан, 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 улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля. Капитан, 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 улыбнитесь. Я сегодня капитан корабля. Вчера была стюардесса? Я пират корабля. А пират, боже мой. Вчера была стюардесса, сегодня пират она. Что ты видишь там? Что ты там видишь? Что, что? А как? Эй, там, на корабле, что вы видите? Да вы пират, я вас куплю. Маля, до горы поднимай. Спасибо. Ну а что ты не видишь? Солнышко нарисовали, детки. А сейчас мы пришли в наш скейт-парк. Это в этом году открылся скейт-парк. Здесь, ну сейчас прохладненько, ну так вот для скейта. А так обычно здесь много, много деток, взрослых. Ну, может после обеды к вечеру будет. После школы, Света. Здесь катаются. О, как классно. Буквально это когда мы ехали. 14-го, 14-го сентября было открытие этого парка. В прошлом году у нас в Каневе был такой опрос людей-жителей Канево. Жителей Канево о том, что вы желаете там. Или же скейт-парк, не помню, что там еще было. Я знаю, что все проголосовали за скейт-парк. И в этом году уже его воплотили в жизнь. Я представляю, как дети, мальчики и девочки. Это вообще классно. Вот спрашивают у людей, что вы желаете. Там много было. Я просто не помню, что он туда входило. Но вот одно из этих, по-моему, не помню, или было, ну, не помню. Даже не могу вспомнить. Я помню, что нам всем очень понравилась вот эта идея в скейт-парке. Юль, что там? Мне нужно собрать, я не могу. Вот это с скейтом надо выезжать. Есть такой скейт. Стоишь в парке с ногами. Отпыхаешься, типа, хоп, подлетаешь, перекручиваешься. И получилось. Да, в таком большом парке над Днепром. Вот эта площадка, сельский парк. В начале парка у нас фонтан. Ты, по-моему, снимала? Не, не снимала. Сейчас я не знаю, он действует или нет, потому что уже прохладно. Уже к зиме все готовятся. А летом он там седется красным, зеленым, синим. И, ну, красивенький такой фонтанчик. Вот, ну вот, берег Днепра. Здесь я выросла. Здесь, ну, не здесь. Я выросла там в заповеднике. Проезжали сегодня, я показывала. Да, сегодня проезжали в заповеднике. Выросла в заповеднике. Все равно сюда приходили, школы. Здесь парк этот мы убирали, школы. Приходили на субботники всей школой. И вот здесь ходили, убирали, грабли, веники вперед. Мели, гребли. У тебя школа твоя недалеко отсюда, да? Да, четвертая школа, вот прям здесь за домами. Здесь, у нас, сюда. Шестая я там убирала у себя. Первая у себя, вторая у себя. Ну, вот наш был этот парк. Помню очень хорошо. Вот здесь постоянно. И праздники проводили там, если, помню, мы с девчонками. Инна, Вита, я. Троем собрались. Праздник 8 марта. Уже тепло было. Веномайские праздники собрались. Пошли, купили там продуктов. И на берегу, вот здесь, туда немножко дальше, там интересно было. Садились там, есть место просто, где сесть. Садились, отмечали. Ну, понятно, без алкоголя тогда, кто еще про этот алкоголь. Нам хотелось, вот именно, что мы, как взрослые, в 8 классе сидели, конечно. Восвета в такой красоте выросла. Да, воспринимала это, как дано. Приезжали студенты, говорят, боже, какая красота. И на этом моменте у нас видео. Прервалось. Почему? Потому что Юлечка начала капризничать и кричать, что я хочу в кафе. Естественно, видео уже не сняли. И Светланка начала говорить, что Юлечка, успокойся, иначе мы поедем домой. Никакого кафе не будет, никакого гуляния не будет. Потому что мы хотели после кафе поехать, пойти, то есть в город и Канев поснимать видео, виды Канева. Потому что солнечная погода, теплая. Не хотелось домой ехать. Поэтому хотелось погулять. Но так как Юля начала капризничать, и они воспитывают. Вот я почему это видео хочу вам снять и рассказать. Потому что хочу узнать ваше мнение о том, как воспитывать нужно детей. Потому что когда мы воспитывали племянника, сына, мы очень строгости воспитывали. Потому что могли шлёпнуть по попе, могли там повышенных тонах. Хотя они у нас были очень все такие, знаете, некапризные. Мне кажется, что внуки, они более капризные. Или это у нас больше претензий, или наоборот. Я не знаю, мы их больше балуем, может быть. Потому что и в наше же время были такие. И я видела дети, когда сильно капризничали. И вот когда наши дети росли, тоже вокруг. Мама, купи! Закатывают концерты. Я всегда думала, как так может быть? Как они их воспитывают? Что они такие капризные? Почему они так кричат? Почему топают ногами? Купи! Значит, родители покричат, покричат, побьют. А потом опять покупают ребёнку эту вещь. Потому что я думаю, ну неужели нельзя строго сказать нет? И всё, и дальше воспитывать. Ну так как бабушки, дедушки балуют, может быть, они у нас более балованные, что ли, растут. И вот я не вмешиваюсь в воспитание. Потому что дети воспитывают родителей, как они хотят, так они и воспитывают. То есть если они хотят, чтобы бабушки, дедушки воспитывали, то они сами говорят, что воспитывайте. Если они сами воспитывают, значит воспитывают. Миша, конечно, он как отец Юлечки, он её очень любит. Поэтому он балует Юлечку. Да, Миша, прости, но расскажу правду. Вот, балует он её. Постоянно разрешает всё. А Света пытается, раньше тоже баловала, сейчас пытается её воспитывать. Но вообще говорят в Японии, что дети до семи лет – это ангелы. Я вот читала недавно статью, что до семи лет они ангелы, и надо им разрешать всё. А уже после семи лет в Японии идёт очень всё строго. Вот так вот я в статье прочитала. А здесь же, не знаешь, это же свой ребёнок. И мне так было жалко, когда Света говорит, всё, мы едем домой, с таким серьёзным видом Света говорит, что едем домой. Конечно, мне было, с одной стороны, я хотела, чтобы воспитать всё-таки было жёстко по отношению. Я не имею в виду бить, ещё что-то. Я имею в виду, что серьёзно сказал, если нет, значит нет. И поэтому, когда Света сказала серьёзно, что если сейчас не прекратишь, мы поедем домой, а я думаю, это же мы приехали специально, погуляли. Настроение было хорошее, солнечный день. Думаю, сейчас вот кафе откроется, и мы зайдём, посидим, дальше погуляем. Это такое вот было настроение, и вдруг вот так. Я думаю, ну ладно, может быть, немножко там поругаемся, потом скажем, что Юлечка так не делай. Ну, Света сказала, нет, мы едем домой. Значит, я иду на работу. А ты с бабой Любой едешь домой. Юля, значит, дальше начала капризничать. Света вызвала такси, и мы с Юлей поехали домой. Приехали домой. Она в машине, уже когда Света, естественно, мы поехали, она начала хныкать, но уже не плакать, уже не закатывалась. Истерию уже начала. И мы по дороге бабулю Галю забрали, и она с больницы ехала. Вот, и я говорю, ты же не плачь, Юлечка, потому что Юлечка же, вы видели, она очень смышлёная. Что ей говоришь, она всё понимает. Но когда родители, вы, наверное, все знаете, как только родители, это уже несложно. Они начинают так капризничать, потому что мама есть рядом, потому что есть папа рядом. И когда бабуля тоже пришла, она говорит, ой, я там хотел пить. А бабуля Галя тоже сказала, говорит, нет, Юлечка, наверное, мама права, раз пошла на такие радикальные меры, что вот так вот тебя наказала. Я не буду тебя защищать или жалеть в этот момент. Она очень строго тоже так сказала, спокойно. И поехали дальше. Она стала хныкать, но так вот, знаете, уже дальше не закатывала истерики. Уже приехали домой, она уже как бы посидела, подумала. Баба Люба, а ты со мной останешься завтра? Я в садик не хочу. Я говорю, ну, если ты, Юлечка, будешь себя так вести, то, конечно же, я уеду в Киев, и я не останусь. И ты же понимаешь, что это уже всё серьёзно, вот если так вот себя вести. Ну, после этого Юлечка весь вечер со мной играла спокойно. То есть мы не кричали, не вспоминали уже о том, что было днём. Утром она тоже, все уехали, мы остались с ней вдвоём. Она встала и улыбалась. Мы с ней играли волшебника. То есть я была волшебницей, феей, она была волшебницей. Мы хорошо сегодня поиграем, так как до обеда она себя вела прекрасно. То я говорю, тогда давай, Юлечка, тогда поедем, давай всё-таки попадём в это кафе, в которое мы два раза не могли попасть. Помните, мы первый раз вечером ездили, там не было мест, всё было зарезервировано. А это второй раз вот Юлечка начала капризничать. Ну, а в третий раз я говорю, давайте всё-таки мы попадём туда, в это кафе. Ну, и вот сегодня уже мы поехали в кафе, попили. Это вот я уже сейчас там покажу. Для чего я хочу снять это видео? Хочу вас спросить, как вообще вы воспитываете? И как вообще, чтобы вот не было, дорогие мои зрители, и как в этих моментах поступать? Нужно было уступить всё-таки Юлечке, и чуть-чуть там поругать её, и дальше пойти в кафе, или всё-таки надо было, или вот правильно, светло сейчас поступает, вот так, или как? Я не знаю, вот я хочу вас спросить. Хочется воспитать таких, знаете, очень уверенных в себе людей. И самое главное, чтобы они в этой жизни не так, чтобы, знаете, ущемил. И вот человека вот, я вот, ты должен быть таким, да, нет. А чтобы именно воспитать, чтобы человека… Именно воспитать таким человеком, который бы отвечал за свои поступки сам, и который бы сам всегда вот в жизни был уверенным в себе. Юля, вот сейчас мы уже приехали домой после кафе, и она уже сейчас готовится снимать видео. Желе хотим приготовить, вот сейчас Юлечка готовится. Ну, не знаю, будет она сниматься или нет, потому что она вчера это настроение. Хочет сниматься, значит снимает. Не хочет сниматься, значит не снимает. Ну, мы и не заставляем, конечно же. Вот такие вот, ну, этот опыт пригодится дальше, когда будут внуки. Что, как их воспитать? Действительно, хочется их побаловать с одной стороны, а с другой стороны, если сильно баловать, это же им будет во вред, плохо. То есть не нам. Мы-то можем где-то в другом месте, когда они уже вырастут, мы будем отдельно где-то, да, от них. Может, они уедут в другой город, но им самим будет сложно. Поэтому вот хотелось бы уже вот с такого возраста, чтобы правильно воспитывать. Молодёжь сама знает, как воспитывать, потому что есть интернет, есть книги. Если мы раньше, вот, допустим, я с Азизом, когда Азиз маленький был, я всё время, ну, вы же знаете, я с Галей, всё время у Гали спрашивала, что Галя двоих детей воспитала, ну, я тоже принимала участие в их воспитании, конечно, но всегда Галя спрашивает, Галя, а как так? А как вот так? А сейчас молодёжь не спрашивает. Сами себе в интернете они много чего, мы даже иногда удивляемся, потому что вот как они кормят детей, как они с ними действительно такие развивающие, намного разговоры, игры. Ну, то есть вот сейчас очень много информации в интернете. Ну, хотелось бы, хотелось бы услышать мнение людей с большим стажем. Как вот в этой ситуации нужно воспитывать детей? Права, Света, или не права в том, что мы развернулись и поехали. Ну, а с другой стороны, вот я думаю, что, наверное, права, раз она уже и вчера вот уже не капризничала, и сегодня она уже себя так хорошо ведёт, поэтому вот не знаю даже. Ну, сейчас я уже вставлю видео, как мы уже сегодня сходили в кафе. Ага, дубль два, он Пуря, ждём такси сейчас. Пуря, да, с Пурей гуляем. Юля сегодня вот как захотела, сама так и оделась. Кофточку на жилетку. Вот так, говорит, положено. А Пуря, там где ты, там и Пуря. Опять ветер сегодня. Что-то нет в нашем такси. Текай, Пуря, будет тебя машина задавить. Так где его здесь задают? Нет ни одной машинки. А то такси задают. Текай, Пуря, текай! Текай, Пуря, текай! Такой пушистенький стал. Пуря, Пуря. Пуря. Пошли. А вот посмотрите, какие у Пури лапки. Пуря, как защищите меня, да ты страшил. Пуря, это же я, Юля. Ты меня напизнала. Смотрите, какие у Пури лусочки. Ага. Они такие ласки. Беленькие, да? Белые, сочкие. Лапками ходят. Смотрите, какая у нее еще грудочка. Мурлычет он что-то. Посмотрите, какой у нее животик. Вот такой у нее животик. Вы еще Пуря нагревачили. Посмотрите на Дэна, пожалуйста. Пури не хочет. Пуря, пушистенький. Ну, посмотрите на Дэна. Пуря, текай! Пуря, текай! Пуря, текай! Зачем ты сюда идешь? Ну, я и сюда. Как то облако с аистом? Облако с аистом. Помнишь, аист приносил детей? Вон, идет мама твоя. Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова